Привет! Я прочитаю текст. В 1937 году, после того, как было приятное решение сделать фильм по роману «Унесение ветра», агент продюсера Дэвида Сильзника, Рассель Бердвелл, начал кампанию в Америке. Поклонникам роману был задан вопрос, кто же должен играть Скарлетт и Ретта. Люди перестали обсуждать реальную драму. Роман английского короля Эдуард VIII с разведенной американской Уэллэс Симпсон, в результате которого корол Англии был вынужден отречься от престола. В каждой семье за обедом спорили о том, что может быть Гарри Купер. А если за Эрол Флинн? Ну, Кларк Гейбл. 95% тех, кто участвовал в опросе, назвали Кларка Гейбла единственным возможным Реттом Батлером. Что касается Скарлетт и Харри, 45% высказались за Бет Дэвис, которая уже обладала двумя Аскарами, но она отказалась. Селезник выбрал английскую театральную актрису Вивиан Ли. Фильм сделал Вивиан Ли суперзвездой, суперзвездой. В 1943 году, через четыре года после премьеры, на время ее концерта в Северной Африке ей аплодировали американский генерал Зизей Хауэр и британский генерал Монтомери. Фильм «Унесение ветром» был показан впервые в России в октябре 1990 года. Раньше он был включен в программу одного из московских международных кинофестивалей, но почему-то исключен в последнюю минуту. Наверное, каким-то чиновникам содержание фильма не понравилось. Прямо показать, что унесенных ветром были приобретены у американской компании «United International Pictures». Например, в кинотеатре «Октябрь» фильм был представлен президентом ЮИП. Тедом Тернером было много гостей, в числе которых Джейн Фонда и известный английский актер Бен Кеннинсли с женой, журналистка Керол Тетчер, дочь тогдашнего премьер-министра Великобритании. «Спасибо, это всё!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова